потапенко будет всем доброе утро присоединяйтесь к нашему эфиру всегда радостно вас слышать видеть ну и вы конечно надеюсь нас видите иногда потому что говорят что даже видеотрансляции есть несмотря на коронавирус и всякие электронные протоны ходящие по проводам явно не нашего происхождения вот видеотрансляции есть поэтому и звук до вас доходит это же прекрасно удивительно друзья посмотреть на дмитрия валерьевича вы можете на канале серебряного дождя по фотографии кстати неплохой бизнес и конечно на сайте 3w silver.ru и еще раз всем слушателям доброе утро доброе утро у нас сегодня в общем-то дайджест не только мы будем обсуждать коронавирус хотя к нам зайдет через полчасика дарья косянова расскажет насколько легко заказать продукты и вообще иные товары и услуги как вам живется в режиме самоизоляции мы это тут видите мы мы не мы его нарушаем по служебной необходимости мы ему не нарушаем нам можно не надо нам можно нам можно мы сми так что не надо не надо тут слушай подожди подожди ты знаешь что я очень хотел бы мне это нравится потому что это получается вот сейчас игорь там зачитал что по городу смогут перемещаться чиновники силовики и мы ну вообще-то представители и сотрудники средств массовой информации входят в перечень профессий которые работают почувствуй себя привилегированным чрезвычайных ситуаций а вот кто не входит я мы в прошлом части со слушателями обсуждали вот эти самые qr тавро который нам предлагается от мэрии я хотел бы твой комментарий напомню тем кто только что присоединился о том что жители москвы должны будут получать на сайте мэрии qr-коды для буквально каждого выхода из дома и вот дальше смотри подробности появляются что qr-код потребуется чтобы отправиться на работу отправиться в поликлинику отправиться на дачу отправиться в магазин за продуктами на прогулку с домашними животными в пределах 100 метров от дома а также даже для того чтобы вынести мусор сразу меня несколько вопросов дмитрий валерь у меня первый вопрос линейку с собой брать это хорошо принято это первый метров просто чтобы откладывать эти 20 сантиметров так и вот там зачем qr-коды если фактически перемешение на работу запрещено не будет потому что нам пишут пожалуйста на работу даже на дачу это с одной стороны а с другой стороны правительство точнее совет федерации вчера разрешил правительству объявлять режим чрезвычайной ситуации который не предусматривает я напомню юридическую формулировку ограничение конституционных прав и свобод чем фактически является получение qr-кодов значится так ты многого хочешь от наших властей прям вот реально избыточно много хочешь они люди с двухмерным зрением в трехмерной системе координат им нужно предпринимать какие-то меры потому что есть какой-то движняк с названием коронавирус глядя наверх вот знаешь как у хамелеона глаз наверх и смотришь как начальник смотрит на то что что я делаю второй глаз им нужно направить на соседей которые тоже предпринимают какие-то меры потому что крайне важно какие предпринимают меры соседние департаменты и смотреть как начальник реагирует на вот эти меры потому что вот это же же клубок целующихся змеи по-другому не живут но иногда поскольку это все-таки трехмерная система координат иногда надо посмотреть как-то знаешь перевести глаз боковым зрением обоих глаз их всего два но вот этот как его там народ народ то забыл я слово то народ и поэтому они предпринимают те меры которые они могут предпринять вот если у тебя извини лапки то ты предпринят и ты можешь максимум там царапать и писать в тапки а если у тебя ручки ты можешь что-то писать вот у них лапки не будут они ничего по-другому кроме как я говорю дуба дубьем по хребту дима они ведь этого не смогут не смог мы все хорошо помним попытки блокировать телеграмм не смогут естественно не подожди вот это же не имеет значения но если ты сюда загонишь не знаю стаю котов они смогут включить мне микрофон с некой вероятность смогут небольшая вероятность что кто-то из котов скорее всего где-нибудь там сможет включить мне микрофон но если мы будем наших там радиослушателей ждать пока вот эта стая котов включит по таппинку микрофон то им придется очень долго это напряженно ждать да и мне в общем то я заколебусь за ними убирать тапки выносить и пока твой конь на четырех ногах да 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 но технически это же возможно возможно вот точно так же это стая котов от которых требуется включить на вот включить всего лишь одну кнопку это шанс на миллион но он все-таки он есть он есть они умеют только еще раз говорю отнимать и делить не требуя от них того чего они не могут сделать технически мы сами то есть мы предприниматели извините товарищи власти это не вы создали систему платежей не вы создали систему геопозиционирование не вы создали сотовую связь вы к этому вообще не имели никакого отношения и более того даже qr-коды вы тоже к этому не ничего не создавали поэтому мы как предприниматель я могу вам щелкнуть и систему распознавания лист кстати тоже не вы создали поэтому если кому-то очень захочется скрыться, то маска очки на лицо собственно говоря, капюшон позволяет вашу систему по распознаванию лиц послать по известному эротическому адресу это во первых строках, я уж не говорю о том что уже это проводились, экскременты значит, наличие пиксельной, соответственно, одежды, такой, знаете пиксельный, пиксельный, пиксельный разбивает очень многие все эти алгоритмы потому что алгоритмы писали тоже предприниматели, лапками, они знают в том числе и узкие места это во первых строках, во вторых строках геопозиционирование мобильного телефона низкий вам поклон и в танце я вам его передаю ну какой же идиот, если ему хочется от вас уйти, зарегистрирует мобильный телефон на себя вы что, регистрацию на юридические лица что ли прекратили? я дико извиняюсь поскольку я человек с телефоном и владеющий который очень-очень давно еще Nokia 10 у меня была а тогда базы продавались налево-направо и тогда это стоило, в общем-то, зачастую жизни я телефон начал на себя регистрировать на юридические лица лет пять назад сейчас уже прекратил в обратную сторону поэтому вы будете находить какой-нибудь, о, ромашка я вас, вот это в лучшем случае если вам нужен телефон лично на персональном данной, он тоже есть но он будет лежать дома Дима, здесь ведь есть еще один нюанс у меня не вызывает никаких сомнений что... но про наличные я уже не говорю про карточки вся вот эта вот оперативная деятельность по ограничению передвижений да, все, оно я просто уверена в этом подняло рейтинги Сергея Семеновича объясни мне, пожалуйста неужели сам господин Собянин или как там, к боже мой, ее вице-мэр госпожа Ракова они не понимают, что сейчас своими собственными руками вводя вот эту систему QR-товро они эти рейтинги обратно обрушают или у них вообще никакой политической цели нет? у них нет политической цели на дальнейшую политическую жизнь у них надо смотреть хамелеону, глаз надо поднять вверх как начальник реагирует и опять-таки возвращаясь к правильным или не поднимает ли это рейтинги или это падает рейтинги я уже немножко это упомянул что я, как просчитав на свое 50-летие свечу я считаю, что в районе там 5-6 дней мы будем получать прирост потом мы выйдем на плату с небольшими там зубцами вверх и вниз а потом мы начнем медленно снижаться и конечно же, я прямо даже не сомневаюсь что я уже готов перенестись в это будущее когда к нам выйдут светлолики наши скажут, что мы не пошли по итальянскому сценарию исключительно благодаря потому что мы своевременно применили карантинные меры мы создали из ваших квартир тюрьмы и это замечательно выдали вам еще электронные браслеты и исключительно поэтому мы можем спасать население дайте нам такое право и дальнейшим образом управлять вами только так давай перейдем к другим новостям к экономическим экономисты начали ухудшать прогнозы по динамике валового внутреннего продукта России в 2020 году из-за двух тем разумеется, это коронавирус и падение цен на нефть российская экономика не избежает рецессии пишет об этом РБК снижение ВВП может составить от 0,8 до 3% следует из прогнозных оценок аналитиков объявленная президентом нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля только усилит спад экономики официальный прогноз правительства по росту ВВП в текущем году 1,9 однако Минэконом уже объявила что представит обновленный прогноз к 9 апреля во-первых, что нам ждать к этому самому 9 апреля во-вторых, что ты скажешь про уровень падения и мы сейчас с Антоном Табахом свяжемся давай, давай значит, ключевой вопрос это относится ко всем гражданам России и к предпринимателям я сейчас вижу то, что вы считаете что ничего не поменялось у меня такое ощущение, что знаете, глазки закрыли, глазки открыли и так, вводимые псевдокарантинные меры я подчеркну это слово псевдокарантинные потому что они законом даже не установлены они даже ввести чрезвычайное положение по-человечески не могут они сначала его вводят а потом вынуждены под это подгонять закон это показывает, что они вот реально смотрят двумя глазами в трехмерном пространстве это во первых строках но ключевое произошел перелом ног люди сейчас перейдут во всех отраслях абсолютно во всех отраслях к мобилизационному потреблению мобилизационное потребление принципиально меняет картину мира люди не будут потреблять сейчас бантики они физически вне зависимости от того у них обратно всплыла вот эта генетическая память которая была после, что называется любых всех войн еще поймите правильно, что мы живем в информационном пространстве и в этом информационном пространстве одновременно практически взорвалось несколько там хиросима во всех странах мира и все люди всего мира вот реально сейчас будут как это, пришиплены надеемся на авось они будут экономить и все зажимать в себе потому что вот эта память подняла базовый она подняла базовый инстинкт безопасности и если вы рассчитываете продавать какой-то там считаете, что получился отложенный спрос я вас вынужден разочаровать это принципиально другой кризис это кризис не 98-го года это кризис институционального управления то, что мы ошибочно долго называли государством продемонстрировало полную бездарность в системе безопасности они просто как вот эти вот коты которых я только что говорил они все могут максимум что отцарапать и дубьем по хребту а грамотно общаться с населением доносить те изменения которые они делают понимать эти сигналы принимать их и реагировать тонко я подчеркну тонко они дубьем по хребту не в состоянии потому что у них лапки Блумберг также пишет о том что рубль завершает первый квартал худшим падением более чем за 6 лет после того, как эпидемия распространилась по всему миру обвалив цены на нефть и поставив на грань рецессии крупнейшие экономики по итогам первых трех месяцев валюта Российской Федерации слабеет к доллару более чем на 20 процентов что может стать максимальным падением со времен геополитического кризиса в четвертом квартале 2014 года на связи со студией Серебряного Дождя Антон Табах главный экономист рейтингового агентства Эксперт РАМ Антон, доброе утро доброе утро если его можно считать добрым доброе ну мы тут с тобой знаешь давай откроем тайну что мы тут с тобой списывались ты уже что-то посчитал вы уже посчитали или вы еще это не готовы нет ну почему мы считали мы смотрели и собственно говоря как всегда у любого экономиста должно быть три сценария по тому, что происходит давай ну вполне возможно что все три сценария окажутся слишком оптимистичными соответственно сценарии хорошие как в известном анекдоте прилетят инопланетяне и нам помогут точнее Трамп с Меркель то есть эпидемию достаточно быстро пресекут по китайскому образцу и с китайской скоростью допустим те триллионы которые выброшены сейчас на поддержку американской германской и других экономик совокупно это наверное будет триллионов 10 в ближайшее время улучшат ситуацию на рынках и создадут спрос хотя бы в инфраструктуре и в самых базовых потребностях и не будет второй волны при таких раскладах к лету ситуация улучшится хотя первое полугодие будет чудовищным а во втором полугодии будет некоторый восстановительный рост на госрасходах и все тех же базовых потребностях естественно мы не говорим ни про какой туризм естественно часть стран попадут под раздачу но в целом что называется на раздувание госдолга ну собственно говоря сейчас всплывают графики из эпохи войны революции столетней давности то есть когда тоже быстро наращивался долг по военным обстоятельствам в этом случае мировая экономика пройдет с минимальными потерями российская с небольшим минусом по ВВП но ВВП в данном случае бессмысленен потому что будет удар по занятости и доходам в крупных городах но зато хорошо населее в инфраструктуре соответственно если не получится то будет значительно больше ущерб везде если посерединке например получится с ликвидностью но не получится с нефтью где-нибудь минус полтора два процента по ВВП по итогам года при достаточно таком позитивном взгляде и соответственно рубль в середине года где-то в районе восьмидесяти как он был еще позавчера и соответственно к концу года немножко укрепится не потому что все хорошо а потому что ставки высокие это был оптимистичный сценарий или сразу все три это были все три кроме экстремально негативного потому что зомби апокалипсис прогнозировать сложно он уже наступил а ну то есть нам по крайней мере в этом смысле проще скажи мне считал ли ты такую модель вы просчитывали ограничительные меры есть ограничительных мер нет это конечно наверное сейчас прозвучит для многих цинично но у каждой жизни и у моей в том числе давайте лучше на меня все это весь минус если вы хотите вываливайте вот есть стоимость вот просчитывали ли вы такой сценарий что какая-то экономика например россии или там например любой другой страны не трогает ничего граждан пускает по голландскому типу по шведскому типу что говорите граждане вы самостоятельно маски санитайзеры но экономику мы не останавливаем работают торговые центры так как они могут работать ну и все дальше вот считали вы такой сценарий не считали потому что ограничения уже введены то есть сейчас мы наблюдаем естественный эксперимент вот есть две примерно одного размера европейские страны которые практически не вводят ограничений швеция и беларусь соответственно вот посмотрим что там будет но надо сказать что у них есть одна вещь которая им это позволяет там не очень сильно оптимизировали систему здравоохранения то есть слабее чем у других ну понятно то есть они могут принять некую ты хочешь сказать некую пиковую нагрузку да беларусь может в швеции и так очень высокое социальное дистанцирование вот все эти фотографии шведская остановка до и шведская остановка после которые не отличаются в них есть определенная правда а ну понятно социальное дистанцирование в данном случае как бы является одной из причин ну по сути дела остановки инфекции в случае если ну как и с японией собственно говоря тоже не закрывали потому что маски там носили и до руки моют несколько раз в день поголовно и так далее и тому подобное санитайзеры везде логично логично спасибо спасибо с нами на связи был Антон Табах главный экономист рейтингового агентства эксперт вот несколько примеров того что где-то социальная дистанция а я подчеркиваю три меры которые я хотел бы видеть от нас с вами дорогие сограждане это ношение респираторов и минимум масок если можете купить если не можете не можете это мы знаем да вот это ну шейте самостоятельно да да покупайте ткань шейте самостоятельно если понимаете что идет идете в публичное место ничего страшного если вы оденете и опасаетесь очки для плавания я на самом деле к такой ну условной легкой паранойи отношусь совершенно спокойно потому что ну это нормально и воспринимайте пожалуйста другого гражданина в маске и в плавательных очках так же нормально боится и боится имеет на это законное право наличие санитайзера если не можете купить санитайзер ну дешевая водка вам в подарок социальная дистанция два метра вот у меня например мелкая очень тяжело переживает то что не может выйти на улицу и регулярно мы ходим с ней на первый этаж в общий холл в подъезде могу сказать что наши ну что ты сделаешь с маленьким ребенком ты же не объяснишь ей что там ходить нельзя мы так иногда бывает высунемся пробежимся но этого ей недостаточно она всегда гуляла долго но люди держат эту дистанцию ты знаешь не везде к сожалению потому что я например вчера была свидетелем надо было доехать до магазина все как водится я на личном автотранспорте во первых я хочу отметить насколько ответственно ведут себя те самые маленькие магазинчики да ты что это торгаши решил похвалить да да по крайней мере у меня в моем районе то есть везде повешены таблички про запрет нахождения в маленьком магазине более двух человек и там надо сказать за этим следят но понимаешь в чем дело Дмитрий Валерьевич я имела неосторожность еще зайти до этого в магазин с названием Дикси ну куда я в принципе во первых больше не пойду никогда в жизни потому что это ад на земле какая-то очень вот такая условная разметка на полу которую никто не соблюдает продавцы без перчаток в смысле кассиры при этом наши люди когда ты самостоятельно например стоишь на кассе и соблюдаешь вот эту социальную дистанцию они считают что ты стоишь просто так они в очереди на кассу и перед тобой за эти полтора метра набиваются по четыре по пять штук вот то есть да это к вопросу ответственности ну а слушай тогда знаешь здесь же цербера на каждого не поставишь к сожалению это к вопросу о работающей голове продолжение у нас есть продолжение истории о туристах о российских туристах застрявших в США давайте послушаем добрый день серебряный дождь мы несколько раз покупали билеты потому что каждые несколько дней аннулировались вылеты разных компаний в аэрофлот пробиться было просто невозможно мы покупали билеты компаний КЛМ Дельта последний раз мы купили уже в третий раз купили билеты КЛМ это было четыре дня назад когда еще рейсы состоялись 30 числа это понедельник мы в 6 утра приехали в JFK и сказали нам представители КЛМ что последний рейс уже аннулирован то что были вчера рейсы это были самые последние рейсы у людей заканчиваются деньги у людей заканчиваются визы те кто дольше здесь был гостиницу никто не предоставляет питание никто не предоставляет сейчас генеральный консул только что закончил свою встречу сказал что не владеет никакой информацией не знает когда будут рейсы понятия не имеет как россиян вывозить и кто будет вообще вывозить возможно что через несколько дней можно через несколько недель или может быть Вообще в мае месяце появятся рейсы аэрофлота, и тогда россияне начнут выезжать. Когда я задал вопрос, а те, у кого нет билетов, мы можем приобрести билеты на будущие рейсы аэрофлота? Нет, приобрести билеты вы не можете. Я говорю, а что делать? Здесь несовершеннолетние дети. Говорят, ничего, поезжайте туда, откуда вы приехали. Я говорю, а как поезжать? У людей, во-первых, нет уже денег. Во-вторых, границы между штатами закрыты. Ни на машине не проезжают другими номерами. Билеты на внутренние рейсы нам тоже не продают, потому что они продают билеты только на внутренний рейс, если конец билета будет с вылетом из США в течение 24 часов. Иначе никаких внутренних рейсов, чтобы просто прилететь из Нью-Йорка куда-нибудь там в Тампу, это все, даже забудьте об этом. Вот такая у нас ситуация сейчас. Сказали, что выбирайте из этой ситуации сами. И консул на прощание сказал, что некоторые из вас вообще никогда не попадут в Россию, потому что, ну, видите сами, ситуация нереальная. Я вам ничем помочь не могу. Когда попросили, говорят, дайте нам хотя бы жилье, чтобы нам было где жить, а не спать на полу в JFK. Говорят, жилье мы там представлять не будем и не имеем никаких возможностей это делать. Мы будем держать вас в курсе дела, когда появятся первые самолеты из Нью-Йорка в Москву. Аэрофлотом мы сообщим. А те, у кого были другие компании, это ваши проблемы. Спасибо, помогите, если сможете. Будем сейчас поднимать общественность. Тут уже люди тоже рисуют плакаты какие-то. Ну, кому это все показывать? Пустой аэропорт. Италия, Испания вывозят каждые полчаса в аэропорт заходит группа, человек 30 итальянцев. Они рядом, столько с нашей. И их сажают в самолет. Пустой самолет. Боинги летят. Потому что у итальянцев должно быть минимум 2 метра между сиденьями, чтобы люди сидели вдали друг от друга. Поэтому огромные боинги 737, 777 летят на борту и везут 30-35 итальянцев. Каждые полчаса всех итальянцев уже практически испанцев вывезли. Россияне вот сидят здесь, лежат на полу без еды, без душа. Держимся на связи. Благодарю за то, что как-то можете хотя бы морально нас поддержать. Огромное спасибо. Держимся на связи. Никто не сделал так много для иммиграции из Российской Федерации, как Аэрофлот и Генеральный Консул в данном конкретном контексте. И для рекламы Российской Федерации. Я же тебе говорю, иммиграционный поток явно снизится. Прямо очевидно и понятно. То есть лотерея Green Card приобретет новых потребителей. Причем на ровном месте. И причем не только лотерея Green Card, а просто получая любого гражданства любой страны. Но если итальянцев вывозят пустыми Боингами, что делают правильнее. Для соблюдения социальной дистанции даже в самолете. Да, да, да. При том, что там система вентиляции, извините, замкнутая. И в общем, если туда что-то попало, ну насколько отлавливать систему дезорации, соответственно, самолета этот вирус, большой-большой вопрос. Плюс 7903-797-6333. Друзья, Дмитрий Потапенко, Дарья Гордеева. Видеотрансляция на канале Серебряного Дождя в YouTube. Оставайтесь с нами. Потапенко будет. Всем доброе утро. У нас бывает так случается, когда режим 2D превращается в 3D. Одеваете очки, потому что к нам пришла... Даша Кассенов. Даша Кассенов. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Даша. Ну, ты хотела заказать 20 литров спирта. Как же пахнет от микрофона, друзья, непривычно. Это я постаралась. Спиртом все прям начисто вижу, безинфицировано. Я после эфира выхожу с дурной башкой, потому что здесь такое... Я вот, кстати, у меня вопрос. А почему все-таки спиртом? Почему нет каких-то благородных напитков? Например, не знаю, коньяком нельзя опрыскивать. Потапочка, ты в своем уме что может быть благороднее чистого медицинского спирта? Например, хороший коньяк. Начинается, вот, отнесите, опрыскаем. Да, кстати, никто не будет против. Никто возражать не будет. С учетом того, что я сейчас умоляла Гордееву мне в рот опрыснуть. Ладно, все это было не всерьез. Ради бога, ребят, все капризы за счет клиента. Судя по всему, мне осталось минут 40 адеквата. Давайте потратим это время с пользой. Сегодня я буду говорить о доставке. Потому что жизнь россиян, как и в других странах, переходит в режим онлайн. Просто, можно сказать, жизнь с доставкой на дом у нас сейчас стартует. И с каждым днем все больше и больше. И мы, конечно же, сейчас начнем с серьезных тем. Самых главных начнем с тех, кто действительно не может выходить за продуктами сам. Это старики, инвалиды. Например, люди с маленькими детьми. Если ты, мама, одна с ребенком, значит, уже ты не можешь подвергать себя опасности. Сервисы онлайн доставки недавно заявили, что они перегружены. Но они могли бы этого даже не заявлять, потому что без официальных заявлений это было понятно сразу, что так будет. Давайте послушаем. У нас есть звук продукта для стариков и мам. В декрете сижу и нет возможности выйти. Самые перебои начались первые 16 марта. Я решила разместить заказ. И утконос мне выдала ближайшую дату доставки 16 марта только 27-е. Я решила потестить перекресток. Перекресток 16 марта выдал мне, соответственно, ближайшую доставку на 25-е. Вот, с ребенком, ты понимаешь, это трындец. Например, в магазине перекресток есть возможность доставки для инвалидов и пенсионеров. Мать отец является инвалидом второй группы. И при выборе этого способа доставки, там присылают смс-сообщение, в котором говорят, что нельзя выбрать интервал доставки, поэтому перезвоним в течение двух дней. Ну и, следовательно, в течение двух дней никто не перезвонил. А ситуация с доставками в магазинах утконоса с обычной доставкой из перекресток. Следующая, то есть, ты собираешь корзину, пытаешься выбрать доставку, и тебе пишут, что недоступный интервал доставки в вашем регионе. Есть, конечно, вероятность, что это относится непосредственно к Крамерскому району. Но, как бы, там тоже люди живут. В течение недели практически пытались вот это вот как-то решить вопрос, потому что я не могу до них доехать всего карантина. А кроме меня там некому привозить. А поэтому было решено пойти в магазин и сделать эту закупку. Да, получается, что если мы сейчас с вами возьмем в руки телефон, продезинфицирую его, конечно же, предварительно, и попытаемся что-то заказать, то, скорее всего, следующая доставка нам выпадет через неделю минимум, а то и через полторы, через две. Такая ситуация сейчас действительно есть. Кстати, друзья, пишите, как у вас с онлайн-заказами не только продуктов, но и мы сейчас будем говорить про готовую еду. Восемь метра даже про спортинвентарь писали, что человек пытался заказать на дом, и его сразу предупредили, что доставка будет позже, сильно позже, потому что очень высокая загруженность. В эту секунду мне хочется вспомнить 20 лет дискуссий с персонажами, которые рассказывали с пеной у рта, что e-commerce убьет наконец-то весь оффлайн, что ничего не будет, кроме вот этих, надо и показывали стены там в Корее, как сфотографировал, это доставил. Может быть, еще сейчас перестроимся? Не перестроимся, потому что ключевое здесь не наличие курьеров, как бы кто-нибудь, кто изображает из себя e-commerce, является главным, а является то, чего никто не видит и кто никогда не будет обсуждать из покупателей, а именно комплектация. Есть три вида логистики. Транспортная, складская и комплектовочная. Так вот, комплектовочная логистика является ключевым вопросом, почему никогда, ни при каких обстоятельствах e-commerce не станет дешевле, чем оффлайновый магазин. Потому что комплектация множества, многофакторной модельной потребления невозможна. Для этого нужны площади кратно больше, чем любой оффлайновый магазин и даже сеть магазинов. — Все. — Да. — Ну, а пока мы с вами... — Мое выступление закончено. — Можем планировать заранее доставку продуктов. Ну, например, сразу себе сказать, да, я понимаю, что через 2 недели мне только принесут, и вот как-то заранее все это подготовится. Все-таки возвращаясь к тем, кто не может сам, для таких случаев у нас как раз есть соцслужбы и волонтеры. И, как я выяснила, здесь полный хаос, к сожалению. Нам по телевизору показывают лучезарные картины, как огромное количество волонтеров разносят бабушкам продукты. Это действительно имеет место быть. Я, правда, их искала сначала, где-то 2 дня, наверное, пыталась выйти с ними на связь, было просто невозможно. В итоге хаос в чем заключается? Где-то соцслужбы действительно сами выходят на связь с пожилыми из своих собственных списков, то есть если они уже состоят там. При этом в Королеве, например, сами себе покупают перчатки с масками, мне вчера писали, то есть никак не снабжают. Где-то волонтеры сами организовываются, например, через местных депутатов, или просто там есть у нас кто-то активный, кто может это организовать. Где-то невозможно вообще найти такого волонтера. Волонтера, хотя он нужен, например, вчера в районе Алексеевской, метро Алексеевского, не могли найти помощь для одинокого слепого старика, писали мне, корреспонденту, чтобы как-то это дело, да, разрулить в итоге. Если, может быть, кто-то есть с Алексеевской, я могу связать, может, добрые люди будут безвозмездно там какие-то продукты оставлять у порога. В итоге, в конце концов, есть также люди, которые просто собирают продукты, есть магазины, которые помогают и делают скидку большую для таких волонтеров, и даже дарят продукты. И есть люди, которые просто знают, что вот, например, есть у нас в подъезде пожилой одинокий человек, могут зайти спросить, ничего не нужно и так далее. Давайте послушаем первого волонтера, он как раз из соцслужбы. Формат работы волонтеров заключается в передаче пакетов, не касаясь жильца. Волонтер принимает заказ по телефону, приносит на дом продукты. Чаще всего это два варианта. Либо безналичный расчет, он переводит его по сдобанку онлайну, но такого случается редко, потому что все-таки у нас в основном люди пожилого возраста просят помощи. Либо это люди, которые не могут сами дойти, это инвалиды, с ограниченными возможностями, либо многодетные семьи. Либо наличные средства, но в формате мы оставляем продукты, человек забирает, ну и отдает деньги, например, оставляя их рядом с дверью. У волонтеров для этого средства защиты, у каждого волонтера это маска и перчатки ледяные. Вы справляетесь вообще с заказами? С заказами? Сейчас уже заказы становится больше и сложнее становится справляться, ну, нежели чем с первого дня, когда там было около двух-трех-четырех заказов. Сейчас уже заявка закрылась, буквально приехал. Около двадцати заявок уже на данный момент. До трех часов уже было 20. Дальше отрабатываем еще вчерашнюю неуспешнюю. Еще у меня девушка, например, вчера писала, что она хотела стать таким волонтером, но сеть перегружена, не может даже свою анкету там заполнить пока. Ищет какие-то другие формы, что и возможно. Но, в общем, самое простое, что вы можете сделать, на самом деле, объявление повесьте в подъезде, что вы можете помогать. А вот, например, есть волонтер, которые самоорганизацией занимаются. Это местные депутаты организовали в районе Бутова. Там есть и деревни, и новые какие-то комплексы, где в основном молодые, правда, живут. И вот там вот еще раз хотелось бы сказать спасибо всем, кто из магазинов дарит продукты, и тем, кто просто их приносит свои собственные. У желающих пока не так много, потому что мы работаем в своем районе и близлежащих, а у нас в основном контингент молодых людей. Сейчас, конечно, заявки увеличиваются с каждым днем, но мы справляемся, потому что нас 66 человек на данный момент, и периодически подключаются и подключаются новые люди. Вам, получается, список дают, вы покупаете по этому списку, потом уже рассчитываетесь на пороге. Да, получается, что мы развесили объявление о том, что мы существуем, и в этих же объявлениях мы указали о том, что мы принимаем также благотворительную помощь в виде продовольственных продуктов. Люди их нам приносят, мы это все дело складируем, и когда пенсионер, например, нам звонит и просит купить за его счет какие-то определенные продукты, то если у нас это есть в наличии, мы ему, например, гречку, сахар, муку даем бесплатно, а денежки берем только за то, чего у нас нет. Тоже очень много заявок закрывают, то есть мы приходим, они нам бесплатно дают эту еду, и мы вяжем пенсионерам. Это владельцы магазинов? Да. Стараемся за безнадежный расчет, но если как бы уж нет, то они оставляют на пороге деньги, мы потом берем. То есть мы с ними не контактируем напрямую. У нас восточный Ботово, микрорайон. Мы сейчас потянули к себе близлежащие. Ботовый парк, Ботовый парк 2Б, потом деревня Новодорожено с нами, деревня Боброво с нами, то есть там больше пожилых людей все-таки. Деревня Лопатина, Суханово. Слушатель, нам пишут, во Франции одна ферма, где мы еще в сентябре покупали кальвадос, перешла на выпуск антисептика для рук из этого кальвадоса. Внимание. А фабрика, которая выпускала и вязала очень классные хлопковые сумки-авоськи, перешли на пошив масок. Интересно, у нас что-то подобное происходит, пишет Валерия из Москвы. Слушайте, как же вы вовремя сказали про фермеров, потому что это же отдельная история. У меня как раз есть рассказ от фермера, потому что они-то живут на доставке вообще постоянно. У кого-то, конечно, есть определенные связи с магазинами и с лавочками, с пекарнями, ну, где они могут распространять. Но, в принципе, это, как правило, доставка по заказу. Ну, например, вчера стало известно, что въезды в Казань перекроют. Ну, мы это давали в новостях, я думаю, ДПС там будет стоять. В столицу республики смогут попасть только те, кто сможет подтвердить свое право передвигаться по городу. А фермы находятся за чертой города. Да, и там живет наша слушательница Диана. Она, кстати, наша коллега, тоже радиоведущая. И она владеет достаточно известной фермой, экофермой я люблю. И вот что у них там происходило до перекрытия и потом эмоции после перекрытия. У нас небольшое крестьянско-фермерское хозяйство в пригороде города Казани, в 40 километрах. Мы специализируемся на козьем молоке, и поэтому мы очень привязаны, очень тесно связаны с нашими покупателями. Потому что козье молоко берут люди не особо крепкие, здоровые, страдающие аллергией. Мы их бросить не можем, мы работаем всегда, даже в Новый год, 1 января, 2 января и так далее. То есть мы работаем всегда. У нас есть только пункт самовывоза и доставка на дом. Температуру мы мерим уже давно. Мы развозим в перчатках, в масках. Сейчас, конечно, работать тяжело, эмоционально тяжело, потому что все приходится обрабатывать без конца спиртом, машину, ящики. Даже вот в дом ты не можешь попасть, не взяв голой рукой. Естественно, в перчатках, плюс еще салфетка стерильная. То есть все это делается настолько трудно. Очки, часы, телефон, ключи. То есть это все время все обрабатывается. Ну, конечно, чокнуться можно очень нервно. Мы сейчас все должны зарегистрироваться на каком-то сайте и доказать, что мы должны работать каждый день с помощью каких-то СМС и так далее. Сейчас будем разбираться, потому что на завтра у нас все наши астматики, аллергики. Дети годовалые, которые не воспринимают коровий белок, они все ждут наше молоко, козье, наш козье сыр, козье йогурт. И что делать, я вообще не знаю. У меня такая немного паника. Так, Даша, по поводу Алексеевской пишет, что дайте контакты старичка с Алексеевской отпишу в группу района. Сама на даче, но, думаю, найдем и отчитаюсь. Олеся нам написала. Я перешлю тебе сейчас контакты, Олеся, чтобы вы связались. Отлично. Очень здорово, потому что, видите, какой-то временный такой, видимо, затык там произошел с отцом соцслужбой. Ну, тоже они не справляются. Можно понять, конечно, их сейчас в очень сложной ситуации работают. Что касается Казани, вот сейчас буквально несколько минут стало известно, что фермеры все-таки смогут осуществлять доставку. Удалось им как-то доказать свое право уезжать. Видимо, там тоже как-то оперативно разруливают все эти истории. Но пока мы затронули фермеров, конечно, таким образом плавно перешли к разговору о бизнесе. А там вообще все интересно, потому что все массово ломанулись устраивать доставку. Ну, жить-то как-то надо, правильно. Способа сейчас два. Либо сами как-нибудь. Опять же, тебе придется самому объяснять, почему у тебя курьер разгуливает по городу, если он был официантом, а стал курьером. Ну, как это делается, правильно? Кого-то из сотрудников берут. Либо давать агрегаторам примерно 30% от заказа. Особенно массово в онлайн переходит все, кто связан как-то с едой. Любой общепит вообще. В итоге это тихий ужас. Ну, вот, например, я недавно анонимно записала девушку, которой довелось увидеть лично процесс упаковки в одном из очень дорогих элитных московских ресторанов. Там жуткий ажиотаж собирают реально на столах, на полу, где только можно. А не все без масок, половина в перчатках, половина не перчатках. По факту оказалось, что рестораны с возросшим спросом, и они бьются, безусловно, в последних конвульсиях, с доставкой не справляются. Особенно те, у кого раньше так и не было. Ну, в общем, что я могу сказать? Я, например, ПАС, все, что связано с доставкой еды, я, пожалуй, начну игнорировать. Потому что я понимаю, что везде есть человеческий фактор, и неважно, под именем Новикова это ли, не знаю, Зарькова, или другого крупного ресторатора, но работают там люди. А что с ними, как они проверяются, у всех ли есть справки, я не знаю. Это речь о заказе и доставке готовой еды. Да, которая тоже сейчас, конечно, возросла. Ну, то есть, в принципе, в Москве с этим всегда все было неплохо, ну, последние несколько лет. В маленьких городах поменьше, конечно, был ажиотаж. Но просто вы представьте себе, какое огромное количество там ресторанов, да вообще всех, кто хоть как-то делал еду, перескакивают. Невозможно. Со скоростью света. Исключено как класс. Это разные модели бизнеса. Те, кому в голову щелкает, особенно и забыватели, что это делай раз, делай два, делай три, нет. Я не просто так недавно произнес спич про некоторое такое матерное слово, комплектовочную логистику. Так вот, комплектовочная логистика, это самое сложное в этом. Не курьерах, и вот даже волонтеры при всей любви, которых должно становиться все больше и больше. Почему они не могут сделать доброе дело по весьма прозаичной причине. Только оффлайновые магазины могут теоретически пристегнуть к себе доставку. А если вы хотите кому-то помочь, вам придется в оффлайновый магазин. Это к вопросу, опять-таки, о социальной дистанции и создании или не создании очередей. То есть все те же яйца только получатся в профиль. Пойти там, сделать комплектовочную логистику, именно этим вы занимаетесь, когда набираете товар в корзину и после этого доставить. Во всех остальных случаях вы будете иметь вот то, что Даша только сейчас привела в своем примере. Когда очень дорогой ресторан, не имея зой на комплектации, не имея упаковки для этой комплектации, на коленке пытается сделать то, чего делать он не умеет, потому что у него лапки. Плюс 7903-797-6333. Друзья, мы продолжим буквально через несколько минут. Потапенко будет. Всем доброе утро. Дарья Касьянова. Да, доброе утро. Я рассказываю про доставку, как она сейчас развивается у нас в России. Что работает, что не работает. Да, что якобы вся эта ситуация заставит огромное количество бизнеса перейти в онлайн и там бешено развиваться на доставку и так далее. Все это, в принципе, было достаточно логично. Но, по крайней мере, многие бизнесмены подумали, раз уж я так заработать не могу, попробую хотя бы с помощью доставки. На хоть какую-нибудь копеечку, на хоть что-нибудь заработать. В итоге, конечно, Дмитрий, вы правы, это не работает вообще от слова совсем. От слова совсем, потому что... Не надо. В общем, разговаривала с бизнесменами, вот, например, с теми же самыми рестораторами, владельцами общепита. Вот что они мне рассказывают. Я знаю, что вы отказались от возможности доставлять еду, потому что сочли, что это невыгодно. Расскажите, пожалуйста, об этом опыте. Просто сейчас так все ломанулись доставку оформлять. Не все концепции меню ресторанов подходят под доставку. У нас достаточно сложная кухня, которая, кроме вкуса, радует своей подачей. Сохранить эту подачу для гостя, убрав это в бокс и отнеся это даже в радиусе 100-150 метров, фактически невозможно. Во-вторых, история о том, что такой способ доставки является наиболее безопасным для гостя, получаем, тоже весьма сомнительно. Эту еду делают те же самые повара, которые также не находятся в карантинных условиях и не работают в костюмах им защиты. А если пользоваться сервисами, очень много им отдавать приходится, да, денег? Безусловно. Сервисы и раньше, и сейчас забирают порядка 30% от стоимости заказа. А у ресторанов, которые работают в премиум сегменте, сама себестоимость составляет 25-30%. Соответственно, оставшуюся долю денег не позволяет даже закрывать те зарплаты, которые необходимы для поваров. Совладелец ресторана «Авиатор» Андрей Тютьков. У вас сегодня первый день, насколько я понимаю. Как это все работает? Пока никак не работает. Мы подключились, и заказов пока был один. За весь день? За весь день, да. Но вам же приходится оплачивать поваров. У нас работает минимально один повар и один менеджер, который выполняет функцию сейчас упаковщика. И все. А сколько обычно работало человек на вас? Работало порядка человек, наверное, на 4 бар. Ну, где-то человек 85-90. То есть на вас работало 90 человек, сейчас работают 2? Ну, по сменному графику где-то 4. Ну, вот что еще добавить? Не работает оно. Потому что надо менять, если упрощенно, надо менять меню. Оно должно быть более упрощенное. Из-под ножа там не так много готовится. То есть там много нудных абсолютно операций, которые даже для самого примитивного меню, хотя бы из 20 позиций, его надо перелопатить, оставить 4. И поэтому, если у обывателя, а еще, упаси Господь, у предпринимателя, вдруг ни с того ни сел, влетело в голову, что это вот прямо сейчас та же модель будет, и мы ее сейчас перелопатим. Нет, не так. Это принципиально. Ну, это как вот телега и самокат. Вроде и то, и другое едет, но это разные виды транспортных средств. Более-менее получается, знаете, у кого? У кого очень большое количество лояльных покупателей, которые вот привыкли, например, что вот я чаобату эту покупаю, ну вот всегда кровь из носу в этом месте. Конкретно здесь, да. Да, и у них, ну, часто очень это достаточно тесный контакт с покупателем. В том числе есть какие-то семейные кафе, где вот жители этого дома всегда завтракают там, обедают внизу. Но тут есть очень маленький вот момент. С ними как-то можно контактировать. Вопрос даже не в том, что контактируют, что этот продукт возможно загнать в стандартизированный, потому что упаковка, это тоже очень висок. Вот это вот как узкое горлышко. Упаковка тоже стандартизирована. Там есть размер, объем. Она может сохранять определенные тепловые характеристики, и не существует разнообразия упаковки, которое может вот, был ресторатор, прекрасно сказал, что у них блюда, вопрос даже не столько подачи, у них даже размер блюд, он у всех гуляет. А упаковка, она вот, что называется, ланчбокс, он очень ограничен. Да, кстати, я спросила их насчет вообще упаковки, там, что с эко-упаковкой. Они сказали, сударыня моя. Какое сейчас эко. Ну вот Вадим пишет нам на смс-портал, все верно, не каждая ресторанная еда, в принципе, подлежит доставке даже в благоприятных условиях. Да, абсолютно верно. И потом, когда я открываю, допустим, Яндекс или Деливери, ну вот самые известные, да, у нас, мы смотрим там такое разнообразие, что впихнуться в этот рынок, выстроенный на протяжении нескольких лет, и я же понимаю, что я могу за меньше деньги заказать что-то более интересное, чем то, что предложат рестораторы, которые только что в последний вагон влетели. Друзья, через несколько минут мы продолжим, Даша Катьянова останется в студии, и ваши звонки будем принимать. Серебрь. Серебрь.